В прошлый раз мы разобрались, что udev при виде определенных устройств создает для них специальные файлы в директории dev, через которые можно взаимодействовать с устройствами. И если с большинством устройств администратору не требуется ничего делать, то вот с устройствами хранения информации практически постоянно нужно работать. При работе с дисками нужно быть крайне осторожными, потому что на дисках данные и какие-то ошибки могут привести к потере этих данных. Поэтому всегда делайте бэкапы и убеждайтесь, что они в рабочем состоянии. Есть разные типы накопителей, и они могут по-разному подключаться к компьютеру. Старые диски подключались по IDE. Сейчас преимущество у SATA. Набирают популярность NVMe SSD. Есть еще всякие флешки, подключаемые по USB. Во многих компаниях диски выдается по сети хранения данных, называемый SAN. А в облачных средах вам выдаются виртуальные диски, детали подключения которых вас могут не интересовать. В зависимости от некоторых факторов, типа подключения диска, правил UDAV, которые могут отличаться в зависимости от дистрибутива, дискам могут выдаваться различные названия. При этом, несмотря на различия, для работы с устройствами хранения используется протокол SCAZI. Это касается и USB флешек, и SATA дисков, и сетей хранения данных, и многого другого. Поэтому большая часть накопителей будет именоваться SD, то есть SCAZI диск. А дальше каждому устройству будет даваться буква по алфавиту. SDA, SDB, SDC и там подобные. Для CD приводов будет даваться название SR. SR0, SR1 и там подобные. А в облаках вы будете натыкаться на название WDA, WDB и так далее. Что объединяет все накопители. Операционная система обменивается с устройствами данными в виде блоков данных фиксированной длины. Команда LS-L покажет перед правами символ B, указывающей, что это блочное устройство. Кроме блочных устройств существуют символьные. Такие устройства работают с потоком данных, а не с блоками. Допустим, та же мышка. Перед такими файлами стоит символ C, Character Device. Но, как я уже сказал, чаще всего накопители работают через SCAZI протоколы. Поэтому, как бы там не было написано в правилах UDEF, нам не обязательно гадать. Мы можем с помощью утилиты LS-SCAZI увидеть наши диски. Как видите, тут у меня подключен дисковод и диск на 20 гигабайт, который получил название SDA. Но название, которое дает UDEF, SDA, SDB и тому подобное, оно не закрепляется за диском навсегда. Каждый раз, когда вы запускаете систему или подключаете устройство, UDEF дает название по порядку. Да, есть порядок обнаружения устройств. И зачастую одни и те же диски будут называться одинаково. Но ни в коем случае нельзя ориентироваться на эти названия. Допустим, если у вас три диска SDA, SDB и SDC и вы переподключите их, либо один перестанет работать, то запросто SDC начнет называться SDB. Это может привести к потере данных. Как мы разберем чуть позже. Просто запомните, что ориентироваться на эти буквы не стоит. Из видео о файловых системах мы выяснили, чтобы мы могли создавать, хранить, изменять и в целом работать с файлами на диске, нам нужна файловая система. Для этого мы можем записать ее на диск. В принципе, такая схема будет работать, но в целом это неудобно и может создавать нам проблемы в будущем. Например, в будущем нам может понадобиться переустановить систему. Как правило, это предполагает удаление старой файловой системы и создание новой. Это называется форматированием файловой системы. Но при этом все файлы, которые мы хотели бы перенести на новую систему, также затрутся. Конечно, можно заранее закинуть все на флешку, а потом вернуть обратно. Но это лишняя работа и потеря времени. Возможно, вы знаете, как избежать этой проблемы. На том же Windows у вас может быть том D, на который вы кидаете файлы. И при форматировании эти данные не стираются, потому что стирается файловая система в томе C. На GNU Linux файлы пользователей хранятся в директории home. Поэтому вам будет достаточно отделить home от корня. То есть предполагается, что у вас две файловой системы на одном диске. Для этого нужно диск разделить на так называемые разделы и на каждый раздел записать свою файловую систему. Но чтобы компьютер знал, где начинается один раздел, где он заканчивается и где начинается другой, нужно специальное место в начале диска, где указывается эта информация. То есть таблица разделов. Есть разные типы таблиц разделов. MBR, которую также называют DOS или MS-DOS, GPT, еще там у Apple своя таблица разделов, у BSD тоже еще какие-то, но это нас не интересует. В основном вы будете иметь дело с MBR и GPT. У MBR есть другое значение – главная загрузочная запись. И сама таблица разделов хранится внутри этой записи. А загрузочная запись MBR была нужна для компьютеров раньше. Дело в том, что раньше на компьютерах был чип BIOS, в котором был ряд микропрограмм и, кроме всего прочего, BIOS отвечал за включение компьютера. Но BIOS был сильно ограничен. Он должен был быть не больше десятка килобайт, оперативке ему было доступно максимум мегабайт, но и в таких условиях сильно не разгуляешься. И BIOS должен был в итоге загрузить операционную систему. Но ведь с такими ограничениями не добавить поддержку файловой системы и программы, загружающей операционную систему. Причем операционки-то разные, у каждого своя файловая система, каждую по-своему грузить. Поэтому вместо этого BIOS просто обращался к нулевому сектору жесткого диска, где и находилась главная загрузочная запись – MBR. А там у нас и загрузчик операционной системы, и таблица разделов. При этом сам MBR тоже был ограничен. Всего 512 байт, из которых 446 на загрузчик и 64 на таблицу разделов. Забегая вперед, скажу, что там еще первые 63 сектора оставались свободными, в которой и помещается основная часть загрузчика, а не только эти 446 байт. Но это тема загрузки операционной системы. Мы это рассмотрим в другой раз. Так вот, MBR нам дает 64 байта на то, чтобы поместить всю информацию о разделах. А на информацию о каждом разделе требуется 16 байт. В итоге 4 раздела. Потом появилась расширенная загрузочная запись, благодаря чему можно было создавать расширенные разделы, которые позволяли обойти ограничения в 4 раздела. Грубо говоря, там вместо самой записи о разделе указывалась ссылка на другую таблицу, в которой указывались дополнительные разделы. Также в таблице разделов MBR не получилось бы указать разделы больше 2 терабайт, так как адрес не помещается в таблице. По итогу, BIOS своими ограничениями создавал кучу проблем с вынужденными обходными решениями. В нулевых же решили избавиться от этих ограничений и создали новый стандарт UEFI. Тут уже разгулялись. UEFI может весить десяток мегабайт, понимает файловые системы, может работать с сетью, иметь графический интерфейс. Точнее, всё это можно реализовать в UEFI. Но не каждый производитель это делает, разве что какой-то стандартный функционал. И, конечно же, отпала необходимость в загрузчике в MBR. Зачем ограничиваться 446 байтами, когда можно в UEFI добавить поддержку файловой системы, где и будет лежать полноценный загрузчик. Плюс растут объёмы дисков. Поэтому MBR заменили на GPT. Необходимость держать загрузчик в начальном секторе отпала. UEFI для этого использует специальный раздел UEFI с файловой системой FAT32. Ограничение в 2 терабайта тоже пропало. У GPT теоретическое ограничение почти в 10 зетабайт. Что касается количества разделов, то они в принципе не ограничены. Разве что только со стороны операционной системы. Но там речь про 128 разделов, чего с лихвой хватает. Но при этом UEFI в целях совместимости позволяет установить загрузчик на нулевой сектор, как это было в MBR. Прежде чем пойдём дальше, давайте немного попрактикуемся с таблицами разделов. Но для этого нам понадобится добавить диски для нашей виртуальной машины. Поэтому выключаем виртуалку, открываем её настройки, переходим во вкладку Storage, контроллер SATA, добавляем 2 жёстких диска, создаём их. Думаю, по гигабайту будет достаточно. Можно даже обойтись меньшим объёмом. Нажимаем ОК и запускаем виртуалку. Теперь LS-Case покажет нам ещё 2 диска по гигабайту с названиями SDB и SDC. Для наглядности запустим утилиту Discs, где также видны эти диски. Итак, диски у нас есть SDB и SDC. Давайте создадим таблицу разделов и пару разделов. Для этого используем утилиту FDisc. Итак, для начала нас предупредили, что всё, что мы делаем, не сразу происходит, а сохраняется в памяти. И если мы захотим, то пишем W и изменения вступают в силу. Дальше нас предупредили, что на диске не нашли никакой таблицы разделов. Поэтому программа создала таблицу разделов DOS. Но опять же, без райта ничего на деле не изменилось. Ну и небольшая подсказка по командам с помощью M. Для начала выведем информацию. Буква P. Наш диск, DEVSDB. Его размер 1 гибибайт. Количество байт и секторов. Каждый сектор по 512 байт. Умножаем на количество секторов. Получаем количество байт. Буква O создаёт таблицу разделов DOS. Буква G – GPT. Итак, создали по таблице разделов. Теперь можем создавать сами разделы. Для этого буква N, типа New Partition. В случае с DOS у нас спрашивают, будет ли это основной раздел или расширенный. Основных разделов может быть 4. А для создания расширенного используется один из основных. Выберем основной. По умолчанию он и создаётся. Поэтому просто Enter. Дальше можно выбрать его номер. Допустим, 1. Потом выбираем начальный сектор. Пусть будет 2048. Оставляем по умолчанию. Дальше пишем последний сектор. Либо необходимый размер для раздела через плюс. Допустим, плюс 200 мегабайт. Создалось. Теперь пишем P и видим новый раздел. Разделы называются как соответствующий диск. То есть SDB, а в конце указывается номер раздела. SDB1. Давайте для примера создадим ещё один раздел. N. Выберем Extended. В качестве основного используем 4. Первый сектор оставим как есть. Это первый незанятый сектор. Дальше просто нажмём Enter. Тогда используется всё доступное пространство. Опять P. Видим наши разделы. Но сам по себе расширенный раздел мы использовать не будем. Он просто позволит нам создавать внутри него разделы, называемые логическими разделами. Поэтому опять N. Оставляем первый сектор как есть. Потом указываем размер раздела. Плюс 100 м. И опять P. Теперь мы видим, что у нас три раздела. Первый SDB. Это основной раздел. Дальше у нас расширенный раздел. SDB4. Он у нас вроде платформы, внутри которой мы создаём логические разделы. К примеру, SDB5. Когда нас всё устраивает, мы нажимаем W и изменения сохраняются. Теперь создадим разделы на диске SDC с таблицей разделов GPT. Её мы уже создали, поэтому сразу N. У нас спрашивают номер раздела. Оставим 1. Первый сектор оставляем как есть. Последний сектор плюс 200 м. И P. Как видите, никакой возни с расширенными и логическими разделами. Опять же W и сохраняем изменения. Для удаления какого-то раздела буква D. Выбираем раздел, допустим 4, и Enter. Потом P. Как видите, SDB5, который был внутри SDB4, удалился в том числе. Поэтому просто нажимаем Q и ничего не сохраняем. Чтобы увидеть, что у нас с разделами в системе, FDISC минус L. Тут у нас и то, что мы создали только что, а также SDA1 и SDA2. Там, где у нас хранится система. Если посмотреть внимательнее на SDA2, то можно увидеть, что его тип Linux LVM. Про LVM мы поговорим в следующий раз. А пока вернемся к утилите D.DISC, которая увидела наши разделы. И хотя отсюда мы тоже можем управлять разделами, важно научиться работать с ними через командную строку. Однако через командную строку вы также можете воспользоваться утилитой CFDISC. Также есть и другие утилиты, к примеру, Parted. В конечном счете, чем пользоваться решаете вы. Но в целом, практически во всех системах бывают предустановлены FDISC и Parted. На старых системах можно наткнуться на FDISC, который не поддерживает GPT. Но сейчас это не так актуально. В любом случае, знать много инструментов хорошо, но зная основы, можно разобраться с любой утилитой. Главное, быть внимательным и делать бэкапы. Напоследок, LSBLK покажет вам блочные устройства в древовидной форме, где прекрасно видно, что это за диск или раздел, и к чему он относится. Также помните, я говорил, что названия дисков даются UDEV и могут меняться. Однако у дисков и разделов могут быть свои идентификаторы, которые могут помочь вам опознать различные устройства. И это хорошо видно, если запустить команду ll-r-dev-disk, где по различным идентификаторам есть символические ссылки, указывающие на текущее название каждого диска и раздела. То есть, как бы ни изменялась буква диска, SDA или SDB или SDC, идентификатор всегда будет один и тот же. И, обращаясь к диску или разделу по идентификатору, вы всегда будете обращаться к нужному диску или разделу. Получилось довольно много информации, хотя пока мы не затронули тему файловых систем и LVM. Вы практикуетесь с разделами. Создавайте их, удаляйте, используйте различные утилиты, как графические, тот же Discs и Gparted, так и терминальные. F-disk, CF-disk, Parted. Всё это позволит вам лучше закрепить материал и в дальнейшем более уверенно чувствовать себя при работе с дисками и разделами. Субтитры создавал DimaTorzok